Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики, объявляется открытым. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слово для оглашения послания Государственному Совету Чувашской Республики предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву Субтитры подогнал «Симон» 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 Это результат нашей совместной деятельности Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Спасибо 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 Вы поддерживаете Спасибо 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 Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В целях развития отрасли информационных технологий Создана ассоциация по содействию развитию информационных технологий Среди направления работы ассоциации Вывод продукции сферы информационных технологий На международные рынки Организации планомерной работы По повышению качества подготовки и развития молодых IT-специалистов Реализации положения программы Цифровая экономика Российской Федерации Одна из главных задач ассоциации На 2018 год Это начало реализации полномасштабного проекта По внедрению технологий «Умный город» Которые будут способствовать Улучшению качества жизни населения Республики Уважаемые депутаты В 2017 году правительство Российской Федерации В числе 16 регионов выбрало Чубашскую Республику В качестве пилотного региона В реализации приоритетной программы Повышение производительности труда И поддержка занятости В ней участвует 11 ведущих предприятий Республики Программой предусмотрены инвестиции В новые оборудования Совершенствование управленческих технологий Организацию производства Минэкономразвития Республики Совместно с институтами развития Бизнес-сообществом Необходимо обеспечить максимальное Участие предприятие В реализации данной Приоритетной программы Следует привлечь не менее 50 Организаций Республики В результате в организациях Участниках региональной программы Мы ожидаем ежегодный Прирост производительности труда На уровне не менее 5% Увеличение зарплаты Не менее чем на 10-12% Что полтора Два раза выше Среднереспубликанского показателя В 2017 году создан Фонд развития промышленности И инвестиционной деятельности На реализацию прорывных Проектов было предусмотрено Полтора миллиарда рублей В прошлом году Выдан первый льготный Заем в размере 100 миллионов рублей На реализацию инвестиционного Проекта по организации Производства танк-контейнеров На Чебоксарском предприятии СЕСПЕК Начало положено В этом году Фонд рассмотрит Целый ряд проектов Предприятий промышленности И агропромышленного комплекса Планируемая сумма Привлеченных ими инвестиций Должна составить Более 8 миллиардов рублей Из них Не менее 700 миллионов рублей Из оригинального фонда Чувашская республика Становится все более Узнаваемой На международном уровне Достижение наших предприятий Высоко оценивается Зарубежными компаниями Количество Стран-партнеров Стабильно растет В 74-х В 2019 году До 95 В прошлом году Это здорово Несмотря на санкционный режим Объем Внешнеторгового оборота В прошлом году По сравнению с 2016 годом Увеличился на 19% И составил около 26 миллиардов рублей 2018 год Объявлен перекрестным годом России и Японии Кроме того Совсем недавно Принято решение о проведении Годов российско-китайского Мега регионального Сотрудничества В 2018-2019 годах Следует использовать Предоставляемые Возможности Для расширения Взаимодействия Во всех сферах сотрудничества Не только Торгово-экономической Но и культурной Образовательной И научной областях Здравоохранения Туристической сферы Необходимо продолжить Курс на развитие Собственного Прежде всего Высокотехнологичного Производства Нацеленного На выпуск Самой современной Конкурентосособной И востребованной Продукции Поручаю Минэкономразвитию Чувашьей Совместно с заинтересованными Органами исполнительной Власти И организациями Разработать Стандарт Деятельности Органов исполнительной Власти Чувашьей Республики По обеспечению Благоприятных условий Для развития И экспортной Деятельности В 2017 году Начата работа Над стратегией Социально-экономического Развития Чувашьей Республики До 2035 года Мероприятия Стратегии Направленные На повышение Конкурентоспособности Экономики региона Привлечение Инвестиций Обеспечение Благоприятной Экологической Обстановки Развитие Человецкого Капитала Будут способствовать Улучшению Качества жизни Населения Родной Чувашьей Республики Нельзя Работать Исключительно Над решением Задач Сегодняшнего дня Мы прежде всего Должны Видеть перспективу Действовать в интересах Нынешнего И будущих Поколений Необходимо доказать Что свое будущее Самые большие амбиции Можно и нужно Связывать с Родной Республикой И Великой Россией Президент Президент России Владимир Владимирович Путин На заседании Государственного Совета Российской Федерации 27 декабря Прошлого года Назвал Чувашию В системе регионов Лидеров Которые задают Высокие стандарты В инвестиционной сфере Наш национальный лидер Подчеркнул Улучшение делового климата Требует системного подхода Важен не только контроль И мониторинг Применения нормативных Законодательных норм Но и выявление Наиболее успешных Практик Получения делового климата Причем оценку И эффективности Должен давать Сам бизнес Инвестиционный климат В регионе формирует Не только республиканские Органы власти Но и органы Местного самоуправления И предприниматели Чтобы идти вперед Нам необходимо Снять системные Проблемы Которые серьезно Препятствуют Созданию нормальных Условий для бизнеса И эти барьеры Хорошо видны На местном Уровне В республике Реализуется Пакет дорожных карт По внедрению целевых Моделей Упрощения ведений Бизнеса Благодаря им Сокращаются процедуры И сроки Получения разрешения На строительство Регистрации Права собственности На земельные участки Недвижимость Присоединение К электросетям Подключение Газу Теплу В воде А также Расширяются Возможности Привлечения Инвестиций И работы с инвесторами Поддержки Предпринимательства В условиях Развития цифровых технологий Перед органами Местного самоуправления Ставлю задачу Первое Обеспечить Сокращение сроков Предоставления Муниципальных услуг А также их предоставления В электронном виде Второе Привести В соответствии с Законодательством Местные нормативы Городостроительного Проектирования Генеральные планы Правила землепользования И застройки Проекты Межевания Территорий Третье Оцифровать услуги Сферы территориального Планирования И градостроительной Деятельности И разместить их На своих Информационных Порталах Лучшие практики Уже наработаны Это опыт Московской И Тюменской При этом Отмечу Что многое В инвестиционной динамике Зависит от управленческих Команд Муниципалитетов Необходимо Подтянуться В Урнарскому Урмарскому Малинскопосадскому Красноармейскому Районам И ряде других районов Чувашская Республика Третий год подряд Находится в десятке лидеров Рейтинга Инвестиционной Привлекательности Регионов Российской Федерации В 2017 году Республика Поднялась На второе место Среди 85 субъектов Для представителей Бизнеса Вторая строчка В рейтинге Инвестклимата Это серьезная Заявка на то Что у Чувашей Статус Надежный Одним из ярких Свидетельств уверенности Предпринимателей В успешности Реализуемых На территории Республики Проектов Наличие Благоприятного Делового Климата Необходимых Кадровых Ресурсов Является Подписание Соглашения С группой Компании Ренова В рамках этого Соглашения Будет построен Высокотехнологичный Тепличный комплекс Пятого поколения С объемом производства Более 19 тысяч тонн Овощей в год Как известно Группой Компании Ренова Уже завершен Первый этап Технического Перевооружения Завода Вложено 2,3 миллиарда Рублей В результате Коэффициент полезного Действия При использовании Солнечной Энергии Увеличился Почти Два раза Средняя Заработная Плата В прошлом году Составила Около 90 тысяч Рублей При этом Основной Состав Сотрудников Это Молодые Креативные Люди 5 лет В этом году На втором этапе Реализации Проекта Инвестор Предусматривает Вложение Еще 2,8 миллиардов Мы принимаем Наиболее оптимальные Решения Для реализации Инновационных Проектов Открытие новых Производств Расширение Производственных Площадок Так Организациям Букет Чуваши Бреслер Чуваш Торгтехника И Чепоксарское Предприятие Сейспель Предоставлены Земельные Участки Без проведения Торгов В соответствии С действующим Законодательством Общий объем Средств Привлекаемых В реализацию Инвестиционных Проектов В этом году Составит Более 40 миллиардов Рублей По оценке В прошлом году Благодаря реализации Инвестиционных Проектов Во всех сферах Экономики Республики Создано около 2800 рабочих мест Из них около 800 Высокотехнологичных Со средним уровнем Заработной платы Более 31 тысячи Рублей На которых Работают в основном Молодые Целеустремленные люди В этом году Планируется создать Еще более 2000 Новых рабочих мест В центре Нашего внимания Остается сложная Экономическая ситуация На предприятиях Концерна Тракторные заводы Расположенных На территории Республики Мы всегда вели Честный И открытый диалог С трудовыми Коллективами Защищали И будем Защищать Их интересы Искреннюю Признательность Хочу выразить Правительству России Руководству Внешэкономбанка И Государственной Корпорации Ростех За ключевые решения Направленные На оздоровление Предприятий Концерна Тракторные заводы Четыре ведущие предприятия Концерна Расположены на территории Республики Вошли перчим предприятий Кражданского Дивизиона Государственной Корпорации Ростех Это уже повлияло На загрузку Их производственных Мощностей И рост объема Выпускаемой продукции В настоящее время Объем подтвержденных Заказов На данных предприятиях Составляет Более 6,5 миллиарда Рублей Это гарантия того Что работники Заводов Сохранят свои рабочие места И будут получать Достойную Заработную плату От производительности Труда И хорошая Перспектива Дальнейшего Развития Появление новых Производств Активное Обновление Производственного Оборудования Внедрение Передовых технологий Способствует Развитию Конкуренции В Чувашской Республике Уже не первый год Внедряется стандарт развития Конкуренции В субъектах Российской Федерации В рейтинге глав регионов По уровню содействия Развития конкуренции Республика два года подряд Входит в десятку лидеров И занимает шестое место Уважаемые депутаты Уважаемые коллеги Чувашия Открытый регион Прозрачность Государственного управления Повышение Инвестиционной Конкурентоспособности Создание Преференции Благоприятных Административных И налоговых Условий Для того Чтобы инвестор приходил к нам И чувствовал себя комфортно Ключевые задачи Органов власти Всех уровней И институтов Гражданского Общества Инвестор Состоятельный Может привлечь И не бюджетные источники Он идет туда Где ему на самом деле комфортно Практически Кто бы со мной не спорил Но это правда Это факт И это ориентир Для нас для всех Межрегиональная конкуренция На рынках рабочей силы Инвестиций Товаров и услуг Усиливается Повышается качество Инфраструктура Других регионов Влияющие на выбор Места Для жизни И вложения Инвестиций В ближайшее время Нам предстоит Первое Расширить практику Примирения Государственного Партнерства В социальной сфере В сфере Жилищно-коммунального Хозяйства Транспорта И энергетики Продолжить работу По дальнейшему снижению Административных Барьеров Препятствующих Развитию бизнеса По внедрению Самых передовых Практик Упрощения процедур И сокращения Сроков Их прохождения Еще раз подчеркиваю Мы живем В конкурентной среде Все регионы Страны Заинтересованы Привлечения инвесторов Уровень инвестиционной Привлекательности Зависит от эффективной И слаженной Работы органов Власти всех уровней Вы знаете Что указом Президента России Более чем два раза Увеличено число критериев Оценки эффективности Деятельности органов Исполнительной власти Субъектов Российской Федерации С 11 до 24 Среди новых критериев Доступность жилья Динамика Волового оригинального Продукта Объем налоговых Доходов Конституционного Бюджета Региона И ряд Других критериев Органам Государственной власти Совместно с органами Местного самоуправления Необходимо принимать Наиболее эффективные Решения Чтобы достичь Установленных Целевых Показателей О последующем Это рабочие места Высокая Производительность И достойный Уровень заработной Платы Для самореализации Молодежи Малый бизнес Республики во многом Определяет Темпы экономического Роста Структура Волового Оригинального Продукта Сегодня Представители Малого и среднего Бизнеса дают работу Почти одной трети Трудососовного Населения Республики Доля этого сектора В оловом Оригинальном Продукте Превысила 32% Это здорово Нами Нами Принят Ряд Принципиальных Решений Касающихся Повышения Доступности Патентной Системы Налоговых Каникул Для начинающих Предпринимателей Значительные Нового поколения Предпринимателей Нужно Вовлекать Предпринимательскую Деятельность Активную Целеустремленную Молодежь Для этого Запущены Обучающие Проекты Как азбука Предпринимателя Сегодня Студент Завтра Предприниматель Но в то же время Мы понимаем Что не каждый Может стать Предпринимателем Необходима Так называемая Предпринимательская Жилка Талант Готовность Рисковать И нести Груз ответственности За свое дело И своих Нанятых Работников Нужно Расширять Спасибо Нужно Расширять Доступ Малых предприятий К закупкам Крупных компаний Поддерживать их В организации И производстве Экспортной Продвигать Кредитно-гарантийную Поддержку Совершенствовать Инфраструктуру Для бизнеса Создавая Возможности Для получения Предпринимателями Государственных Услуг Шаговой доступности Следует Продолжить Работу По созданию Специализированных Окон для бизнеса В многофункциональных Центрах Привлекать К этой работе Ведущие Финансовые Кредитные Организации В целях Снижения Давления на бизнес В прошлом году Чувашская Республика Включилась в реформу Системы Государственного Контроля И надзора Чувашские Предприниматели Уже почувствовали Что сегодня Приоритет Отдан Профилактике И проверкам Без чрезмерного Применения Административных Санкций Контролер Должен не столько Наказывать Сколько Консультировать Советовать Предупреждать Нарушения Владимир Путин Отмечал Владимир Путин Владимир Путин Отмечал Что нужно Избавиться От серой зоны В экономике И для этого Необходимо Не только Применять Репрессивные Меры Но и Создавать условия Для работы Белую Это зависит От эффективного Взаимодействия Федеральных Региональных И муниципальных Структур От добросовестной Работы В этом году Следует Подготовить Продолжение По отмене Избыточных И устаревших Требований Предъявляемых Бизнесу И эту работу Поручаю Уполномоченному По защите прав Предпринимателей Чувашской Республики И беру Под личный контроль Мининформполитики И Минэкономразвития Чуваши В свою очередь Должна завершить работу По созданию И внедрению Информационной системы Управления Контрольно-надзорной Деятельности На территории Республики Правительство И ждет От предпринимателей С социальной Ответственности В частности В вопросе Оплаты труда Безусловно Есть предприятия Заработная плата На которых Выше чем в среднем По экономике Достигает 30-40-50 тысяч Это тоже правда Вместе с тем Есть организации Отдельные Работодатели Которые Выдают зарплату Конвертах При этом Официально Декларируют На уровне 10-12 тысяч рублей Вроде не придерешься По закону И предприятия Уважаемые Коллеги Только эффективное Управление Государственным Муниципальным имуществом Открывает перспективы Для дальнейшего Обеспечения Поступления Неналоговых Доходов Бюджета Отмечу Ежегодно Более 2-х миллиардов Рублей Консолидированный Бюджет Приносит Использование Объектов Государственной И муниципальной Собственности Для нас это Хорошая сумма Опыт Чуваши Используется Другими Субъектами Российской Федерации Сегодня Работа в данной сфере Органы Местного Самоуправления Завершена Но есть отдельные вопросы На чем И дальнейшем Будем работать В нашей общей совместной Деятельности Благодаря этому Во-первых Наводится порядок В использовании Сельхоземель Во-вторых Муниципалитеты Стали Собственниками Еще почти 200 тысяч Гектаров Земель В прошлом году В прошлом году В ходе Народной инвентаризации Выявлено 983 Неиспользуемых Аварийных объекта Недвижимости Доходы От их реализации За год Составили Около 118 миллионов рублей Выявленные Свободные Земельные участки И объекты Недвижимости Включены Веденный Информационный ресурс Доходы От вовлечения В оборот земельных участков Составили Более 455 миллионов рублей Достигнуты Значимые результаты И мы должны Уверенно двигаться В этом направлении Благодарю всех Неравнодушных Граждан За помощь На ведение Порядка На нашей земле Перед органами Перед органами Местного самоуправления Ставлю задачу Продолжить Работы И вовлечь Все выявленные В ходе акции Объекты недвижимости В хозяйственной И налоговый оборот А при необходимости Привести в порядок Или просто Снести Создание Единого информационного Ресурса Способствует Формированию Благоприятного Инвестиционного Климата Так как информация О всех свободных Объектах Муниципальной И государственной Собственности Стала Общедоступной Сегодня Опыт Чувашии По функционированию Данного ресурса Признан лучшей Практиковой И востребован Другими регионами России Уважаемые коллеги Бюджетная система Любого уровня Основана На трех постулатах Открытости Бюджетных данных Качестве управления Бюджетом И его Забалансированности Минфином России Чувашии Происвоена Первая степень Качества управления Региональными Финансами По оценке Научно-исследовательского Финансового института В прошлом году Республика По уровню открытости Бюджетных данных Вошла в десятку Лучших регионов Благодаря Сбалансированности Бюджетной системы Последние годы Существенно сократилась Долговая нагрузка На бюджет Так Отношение Государственного долга К собственным Доходам бюджета Снизилось С конца Прошлого года До 53% Против В 2010 году Это факт Эффективное управление Общественными Финансами Позволило нам Сохранить устойчивость Бюджета Республики Как результат Расходы бюджета По сравнению С 2016 годом Увеличились более Чем на 10% При одновременном Снижении Государственного Долга Но в то же время Некоторые депутаты Пытаются Влиять на Сознание Простых граждан Призывают нас Принимать Популистические Решения И ставят Примеры Регионы У которых Объем заимствований Превышает уровень Собственных Доходов Хотя они Прекрасно понимают Что расплачиваться По долгам Придется Ни одному поколению Наших потомков А где же Ответственность Таких депутатов Перед своими Избирателями Я считаю Я считаю Наша общая задача Повысить Маневренность Бюджета Снизить Риски Несбалансированности Бюджетной системы А также определить Приоритеты Бюджетной политики В среднесрочной И долгосрочной Перспективе Во благо Жителей Чувашской Мы гарантированно Повышаем Зарплаты Всем работникам Бюджетной сферы С 1 января Текущего года Фонд оплаты труда Бюджетников Увеличим Более чем На 12% В законе В бюджете Все эти параметры Предусмотрены Согласно Решению Президента России С 1 мая И этого года Минимальный размер Оплаты труда Будет доведен До прожиточного Минимума И размер составит 11 тысяч 163 рубля То есть Увеличится На 43% К уровню 2017 года И это затронет Интересы Около 10% Занятого Населения Почти 30 тысяч Человек Это и бюджетная сфера Это и коммерческие Организации При этом Заработная плата Должна повыситься Не только у тех Кто работает в государственных И муниципальных Учреждениях Но в то же время Во всех Организациях И предприятиях Поэтому считаю Что в целях Реализации Инициативы Президента России Все работодатели Должны заранее предусмотреть Дополнительные Финансовые Ресурсы Устойчивая Финансовая политика Максимальное Приближение Бюджета К реалиям Жизни Его сбалансированность Поступательное Снижение Государственного Долга Это залог Выполнение Социальных обязательств Основу доверия Граждан И бизнес-сообщества К деятельности Органов власти Главное условие Сохранения Благоприятного Делового климата Сегодня В Республике Сформирован портфель Из 15 Приоритетных Проектов И 8 программ Стратегических направлений Которые Интегрированы Государственные Программы Одними из локомотивов Экономики Республики Позволяющие решать Вопросы Продовольственной Безопасности И Обеспечение Здоровым И качественным Питанием Это агропромышленный Комплекс Сельское Хозяйство Сегодня Является Высокотехнологичной Привлекательной Для инвестиций Отрасли Которая Демонстрирует Устойчивую Положительную Динамику Экологически Чистая Продукция Ценится На российском И зарубежных Рынках Должно быть Больше Таких Успешных Надежно Зарекомендовавших Себя Преприятий И организации Кагаконт Вурнарский Мясокомбинат Ядренмолоко Альдеевское Букет Чуваши Чувашклепопродукт Чувашпотребсоюз При Видимом Росте Сельхозпроизводства Важной Задачей На ближайшие годы Станет Дальнейшее Наращивание Производственных Мощностей Перерабатывающей Отрасли Выход на рынки С новыми Продуктами Под брендом Здоровое Питание Сделано В России За последние годы Фермеры Республики Показали Высокую Динамику Производства Выручка Выросла В 11 раз По голове Крупного Рогатого скота Площадь Сельхозугодий В 6,5 раза Численность Занятых Крестьянских Фермерских Хозяйств Увеличилась В более чем 4 раза Считаю, что Для дальнейшего развития Сельского Хозяйства В Республике Необходим Комплексный подход Предусматривающий Кооперации крупных Аграрных комплексов И фермерских Хозяйств При этом Главная задача Сельхозтоваропроизводителей Обеспечить Переработчиков Качественным Сырьем Необходимо Продолжить Техническую модернизацию В агропромышленном Комплексе Нарастить Энергообеспеченность В сельском Хозяйстве Каждый гектар Сельхозугодий Объемов подготовки Специалистов Не позволяет Обеспечить Агропромышленный Комплекс Квалифицированными Кадрами Чтобы организации Сельского Хозяйства Не испытывали Недостатка В кадрах Необходимо создать Систему подготовки Специалистов Комплекс 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 Остается На сегодня Насчитывается 190 многоквартирных Домов Признанных Аварийными После 1 января 2019 года Поручаю Кабинету министру Чувашской республики Продолжить Государственную поддержку Улучшения Жилищных условий Граждан С учетом Их Социального статуса Необходимо После принятия Соответствующих Решений На федеральном уровне Разработать И утвердить Программу По ликвидации Аварийных Жилищного фонда Признанного ДКВ После 1 января 2019 года Во многом Благодаря Конструктивному взаимодействию с федеральным центром, значительные объемы бюджетных средств направляются на строительство современных социальных объектов, улучшение жилищных условий граждан. Так, в 2017 году общий объем выполненных работ по виду деятельности строительства составил более 36 миллиардов рублей. Это почти четверть приходится на гарантированный государственный заказ для строительных организаций. По-другому это стимулирует практически всех тех предпринимателей, которые занимаются строительным бизнесом. При этом зачастую на этапе строительства мы сталкиваемся с тем, что технические решения проектной документации не были детально проработаны или учтены. Все это приводит к необходимости корректировки проектной документации и зачастую создает риски и угрозу не своевременного ввода объектов в строй. Уважаемые государственные и муниципальные заказчики, руководители строительных и проектных организаций необходимо ответственно подходить к проектированию объектов. Нужно переходить на современные методы работы, позволяющие уже на начальной стадии детально оценить как технологические решения, так и взаимоуязанность их между собой. При этом важно сохранять неповторимый архитектурный облик наших городов и наших деревень. Кроме того, в ближайшие годы необходимо увеличить объемы строительства стандартного жилья. Для этого созданы все условия. Под жилищное строительство переведено более 2000 гектаров земель сельхозназначения. С 2010 года, а по факту освоено всего 40%. Застройщики, взявшие на себя обязательства по освоению указанных участков, должны своевременно организовать строительный процесс. Чтобы обеспечить ввод жилья или других объектов в установленные сроки, земли сельхозназначения, переведенные под жилищное строительство, не должны пустовать. Их необходимо эффективно использовать. Благоустройство населенных пунктов общественных пространств имеет большую социальную значимость. В этом мы убедились. Каждому человеку важно, как выглядит его двор, есть ли там освещение, зеленые насаждения и клумбы, места для прогулок и досуг детей, удобные скамейки, парковки для автомобиля. С учетом пожеланий граждан мы продолжаем работу по формированию современной городской среды, благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Поручаю Кабинету министров скоординировать деятельность Министерств и ведомств, органов местного самоуправления, обеспечить высокое качество выполнения этих задач во благо жителей Республики и России. Комфортные условия жизни невозможно создать без качественных автомобильных дорог. В прошлом году на развитие дорожного хозяйства направлен беспрецедентный в истории Чувашии объем средств 5 миллиардов 254 миллиона рублей. Мы активно участвуем в ряде федеральных программ в области дорожного хозяйства, в рамках которых, в частности, реконструируется Московский мост города Чебоксара, строятся дороги в сельских населенных пунктах. В этом году Республика включится в программу стимулирования, программа развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Будет построено 5,5 километров новых дорог в строящихся микрорайонах. Только в рамках приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России, в Республике отремонтировано 95 километров автомобильных дорог. И эта инициатива широко поддержана жителями Чувашии. В этом году на ремонт и реконструкцию 143 километров автодорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлен 1 миллиард 461 миллион рублей. В том числе 730 миллионов рублей из федерального бюджета. Практически мы попали в число 36 регионов России, там не все регионы. И сегодня практически без сбоев все обязательства выполняем. И финансирование по этой президентской программе идет на системной основе. Наша задача – поддерживать сеть автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Уважаемые коллеги, безопасный и доступный общественный транспорт, четкая логистика и его функционирование – важнейший фактор, влияющий на социальное самочувствие жителей Республики. Сегодня нельзя не отметить сложную ситуацию на ведущих предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров, Чуваш-автотрансе и троллейбусных управлениях городов Чебоксары и Новочебоксарск. Есть определенная социальная напряженность в этих трудовых коллективах. Кабинету министров, администрациям названных городов необходимо найти оптимальные пути решения проблем. Следует также навести порядок в транспортном обслуживании граждан с частными перевозчиками. Жители Республики жалуются на многочисленные нарушения водителями маршруток правил дорожного движения. Кроме того, они недовольны отсутствием терминалов и невозможностью оплаты проездов на отдельных маршрутах безналичным способом. Очевидно, что это ущемляет права граждан. Безналичная оплата проще и выгоднее для пассажиров. Так, поездка на городских маршрутах за безналичный расчет обходится на 18% дешевле, чем за наличный, а на пригородных на 20-25% дешевле. Поручаю Кабинет и Министр совместно с органами местного самоуправления контрольно-надзорными органами комплексно оценить создавшуюся ситуацию и принять исчерпывающие меры до конца первого квартала текущего года в целях защиты интересов граждан или пассажиров. На повестке дня... Спасибо. На повестке дня реализации крупных, важных, в том числе с точки зрения инвестиционной привлекательности проектов. Как известно, через северную часть Чувашии пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань. Хочу обратить внимание жителей республики на то, что размещение иных объектов на территории, по которой будет проходить магистраль, будет считаться незаконным, а совершенные сделки признаны ничтожными. Поручаю правительству Чувашской республики совместно с органами местного самоуправления Ядринского, Маргаурского, Чебоксарского, Маринско-Посадского районов обеспечить дальнейшее содействие акционерным обществам российские железные дороги и скоростные магистрали в реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали на территории нашей республики. Слабое звено в транспортном комплексе республики это воздушные ворота города Чебоксары. В настоящее время значительно возросла востребованность авиаперевозок. В прошлом году, вы помните, в своем послании я говорил о том, что реально увеличит пассажиропоток до 200 тысяч человек в год. И эту задачу мы выполнили. В 2017 год для Чебоксарского аэропорта стал рекордно перевезено более 250 тысяч пассажиров. Однако, чтобы удовлетворить потребность в перевозках, наш аэровокзал должен соответствовать всем современным требованиям. Ставлю задачу завершить к 2020 году реконструкцию аэровокзала Минтрансу Чуваши совместно с администрацией города Чебоксары в третьем квартале текущего года необходимо решить вопрос с автомобильной стоянкой рядом с аэропортом не менее чем на 250-300 автомашин. Уважаемые коллеги, за 2017 год нам удалось добиться снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 21,5%. Несмотря на это, высокие показатели чашисти ДТП остаются острой проблемой. По статистике, 76% жертв ДТП погибает на месте происшествия от рам, несовместимых с жизнью. Поручаем Минтрансу Чуваши совместно с администрацией муниципальных районов и городских округов разработать комплекс дополнительных мер, направленных на улучшение ситуации с дорожно-транспортной аварийностью и повышение безопасности на автомобильных дорогах. Минтрансу Чуваши необходимо выработать качественно новый подход к логистике оказания медицинской помощи пострадавшим ДТП, начиная с максимально быстрой доставки в лечебные учреждения до их полной реабилитации и социальной адаптации. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться позитивных изменений показателей здоровья населения. Одним из основных критериев оценки работы многотысячной армии медиков является рост продолжительности жизни. В прошлом году она достигла исторического максимума за все годы наблюдений в республике и составила чуть менее 72 лет. За последние 10 лет число лист старше 85 лет возросло более чем в 1,7 раза, а количество долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, только за последние 5 лет увеличилось почти 2 раза и достигло 99 человек. Это результат нашей продуманной демографической политики, это ответственный подход самих жителей республики. Мы должны сделать долголетие активным и благополучным. Поручаю правительству республики организовать комплексную работу по созданию и развитию необходимой инфраструктуры для пожилых людей, позволяющей сохранить и расширить их социальные возможности. Одним из главных вызовов времени для нас сегодня является снижение рождаемости. Число женщин фертильного возраста сокращается. Поэтому ставку нужно сегодня делать на реализацию конкретных мероприятий, которые позволят скомпенсировать падение рождаемости, таких как, например, экстракорпоральное оплодотворение и профилактика абортов. Нужно сделать все, чтобы каждая из женщин смогла познать радость материнства. Дети – это счастье, а многодетная семья – это здорово. И здесь я снова возвращаюсь к теме воспитания. Нам очень важно не только сохранить репродуктивное здоровье наших детей, но и привить им стремление к здоровому образу жизни. Традиционным семейным ценностям, всем органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным институтам необходимо объединить усилия для улучшения демографических показателей. Хочу отметить, по данным Росстата, республика в прошлом году вышла на первое место по наименьшему количеству разводов на тысячу населения при Ворском федеральном округе. А среди субъектов Российской Федерации мы занимаем восьмое место. Я вот выражаю искренние слова благодарности родителям за тот, как бы сказать, ответственный подход и всем тем, кто на самом деле хочет жить в мире согласии и хочет делать только добрые дела. Уважаемые коллеги, медицина для каждого – новый проект на ближайшие три года, который позволит удовлетворить потребность пациентов доступной и качественной медицинской помощи. Мы первыми в России создали широкую сеть офисов общеврачебной практики. Успешно осуществляется строительство фельдшерско-кушерских пунктов в сельской местности. Как результат, мы обновили каждый четвертый фельдшерско-кушерский пункт. Только за последние три года открыли 11 новых современных поликлиник в шаговой доступности. Значимым событием стало начало строительства многопрофильной поликлиники в центре города Чебоксара. За последние годы проведена серьезная реструктуризация сети медучреждений. Выстроена трех уровней системы оказания качественной медицинской помощи. В отдельных аудиториях мне говорят о том, что при объединении больниц и поликлиник сокращаются медицинские работники. Отмечу и подчеркну, сокращается только административно-управленческий персонал. Кроме того, хочу обратить внимание, мы выполняем все обязательства по опыте зарплаты медикам в рамках майских указов. В 2018 году произойдет значительный рост зарплаты. Так, у врачей она вырастет на 41% и составит в среднем 48 тысяч рублей, а у медсестер на 27% и составит более 24 тысячи рублей. Уважаемые коллеги, даже самая современная инфраструктура сама по себе без квалифицированных медицинских работников ничего не значит. Мы должны постоянно работать над обеспечением кадрами сферы здравоохранения. Особенно остро стоит этот вопрос в лечебных учреждениях насилия. Отмечу, реализация федеральной программы «Земский доктор» позволила привлечь в сельские медицинские организации 371 врача. Совместно с депутатским корпусом мы неоднократно выходили на федеральный уровень с инициативой о расширении мероприятий программы «Земский доктор». Как результат, с 2018 года действие программы будет распространяться и на малые города. Кроме того, она коснется фельдшеров, которым будет предоставляться выплата в размере полумиллиона рублей. Хочу подчеркнуть, что это хороший стимул для медиков работать на селе. А инструментом повышения эффективности этой поддержки станет селевой набор студентов. Ставлю задачу Минздраву подходить к подбору кадров ответственно. Малые города и на село должны приехать самые достойные. Результатом системной, планомерной работы стало снижение в прошлом году на 8% смертности населения от новообразования. Это на самом деле перелом. И это произошло впервые за последние пять лет. Резервом новых достижений должны стать инновационные технологии протонно-ядерной терапии с точечным контролем опухоли для сохранения не только жизни больного, но и ее качества. Беру этот вопрос под личный контроль и ставлю задачу в этом году ввести в эксплуатацию оборудование Центра ядерной медицины. В Чувашии динамично развивается медицинский туризм. Поток вездного медицинского туризма на протяжении последних пяти лет устойчиво растет. Число пациентов из других регионов России увеличилось на 7%. Наиболее востребованными стали услуги в области травматологии и ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, онкологии и стоматологии. Это еще одно свидетельство конкурентоспособности наших медицинских учреждений – профессионализма медицинских работников. Очевидно, что можно укладывать миллиарды инвестиций в медицину, внедрять самые инновационные технологии лечения, но главное – это ответственность человека за свое здоровье. Необходимо с ранних лет приучать людей бережно относиться к своему здоровью. Значимым проектом в сфере охраны здоровья детей стало создание новой профилактической модели школьной медицины. Проект «Школьная медицина» направлен на укрепление здоровья школьников и повышение ответственности детей и их родителей за здоровье самих своих детей. Реализация проекта начата в восьми школах Чебоксар и Новочебоксарска, а также в Чебоксарском районе. В последующем лучшие практики будут тиражированы на территории всей республики. Сегодня занятия физкультурой и спортом стали неотъемлемой частью жизни почти каждой семьи. Задача государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций – создать условия для дальнейшего развития массового спорта, поддержать спортивный досуг жителей республики. Главным проектом дальнейшего развития физической культуры и массового спорта стал комплекс ГТО. Кроме того, необходимо адаптировать городскую инфраструктуру, парковые зоны для занятий физкультурой, создавать условия для развития современных, популярных среди молодежи видов спорта. В этом году в России состоится крупнейшее в мире спорта событие – чемпионат мира по футболу. В Чебоксарах проводятся реконструкции стадионов «Спартак» и «Олимпийский». Наша задача – обеспечить готовность всех инфраструктурных объектов, как спортивных, так и туристических, к установленному сроку. Отмечу, в дальнейшем эти спортивные сооружения, которые будут соответствовать самым высоким мировым стандартам, станут использоваться в интересах жителей республики. Уважаемые депутаты, правительство Чувашии неукослительно выполняет все обязательства по социальной защите граждан. Одно из главных наших достижений прошлого года – возобновление выплат при рождении ребенка в многодетных семьях. Вы знаете, что мы заняли активную позицию в решении этого вопроса. Наши многочисленные обращения были услышаны. Благодаря изменению критериев софинансирования, семьи будут получать ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Мы уверены, что инициатива президента Российской Федерации позволит кардинально изменить демографическую ситуацию. Среди них – продление программы материнского капитала до 2021 года, введение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка с 1 января текущего года. Кроме того, будут отрементированы старые и построены новые детские поликлиники. Особое внимание будет уделено дальнейшей ликвидации очередей в детских садах и ясельных группах. Семьи, в которых в ближайшие пять лет появится второй и третий ребенок, смогут рассчитывать на господдержку ипотечного кредитования. И этим семьям будет субсидироваться процентная ставка сверх 6% годовых. По предварительной оценке данной государственной поддержкой в нашей республике смогут воспользоваться около 5500 семей. Уважаемые коллеги, 2017 год в России прошел под знаком Года экологии. Чуваший дан старт реализации таких проектов, как «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». В этом году завершится технический этап рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых коммунальных отходов в городе Чебоксары. На эти цели будет направлено более 330 миллионов рублей. И это только начало большой работы. Ставлю задачу перед Кабинетом министров, органами местного самоуправления создать систему замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, обеспечивающую ежегодное снижение объема захоронения и увеличение объемов их переработки. Необходимо организовать раздельный сбор твердых коммунальных отходов. И это позволит значительно продвинуться вперед в решении экологических проблем. В целях защиты населения от негативного воздействия сточных вод в прошлом году начато строительство третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Хочу отметить, что в результате реализации этого проекта улучшится экологическое благополучие почти половины жителей республики. Спасибо. По 2025 года должны быть выполнены реконструкции и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском посаде и Ядрине, строительство локальных очистных сооружений в ливневых сточных вод в Чебоксарах и Новочебоксарске. Уважаемые депутаты, мы гордимся нашей историей, культурой и традициями и обязаны принимать все меры, чтобы сохранить их для будущих поколений. Считаю необходимым начать реализацию проекта культурное наследие. Уже ведется масштабная работа по развитию сети учреждений культурно-досугого ТП и укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства. По просьбам селян, в рамках мероприятия народной программы «Месте жить, вместе строить» предусмотрено строительство новых домов культуры. Как видите, свои обещания мы выполняем. Только за последние годы построено 9 клубов. В ближайшие годы будет введено в эксплуатацию еще 18 сельских домов культуры, из них 5 уже в этом году. Мы активно реализуем проект строительства туристического рекреационного класса «Ретницкая Чувашия». В прошлом году открыта летняя зона аквапарка «Амазония», создан парк аттракционов в городе Чебоксара. В рамках проекта «Ретницкая Чувашия» ведется реконструкция Московской набережной. После завершения всех запланированных работ протяженность благоустроенной набережной реки Волга, любимого места горожан и гостей столицы, составит около 5 километров. Уважаемые коллеги и друзья, в Чувашии сложился уникальный опыт дружбы и сотрудничества народов, бережного отношения к языкам, национальным обычаям и традициям. По данным социологических исследований, состояние межнациональных отношений в республике положительно оценивает 87% респондентов. Это очень значимое достижение в условиях современного мира. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Он вошел в историю благодаря организации народных школ, созданию чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для Чувашей. Ивана Яковлевича Яковлева перевырос под шалохи жене Шанзабурунма, она Юрат Мачин Заголана. Перен конституцией вырос тогда чувашский под шалохи земли за череплетня, под шалохи земли в реньме, в земле Узукурма, Пуринде, Падемышлема Зимбур. Чувашский вырос в челохи Бегех, Пулна, Пур, Пулате. Хочу подчеркнуть, в республике созданы все необходимые условия для реализации права наших граждан на свободный выбор языка при обучении и воспитании подрастающего поколения. Ни у кого не должно быть оснований сомневаться в реализации конституционного права на добровольное изучение родного языка, исходя из действующего законодательства. В 2019-2020 годах республика будет праздновать 550-летие основания города Чебоксара и 100-летие образования Чувашской автономной области на самом высоком федеральном уровне. Мы должны масштабно и торжественно, с привлечением широкой общественности, приглашением гостей из других регионов отпраздновать эти значимые исторические даты. Продолжение следует... Уважаемые коллеги... Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сообща с Божьей помощью нам все по плечу. Желание созидать, добиваться большего характеризует народ Чуваши. 2018 год в России объявлен годом добровольца. Я уверен, что принципы уважения, доверия и взаимной поддержки, которые декларируются в рамках этого года, позволят нам успешно решать стоящие перед нами серьезные задачи социально-экономического и политического характера. Как известно, Чувашия входит в число лучших регионов страны в рейтинги уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. Гарантом стабильности в обществе, уверенного развития страны без потрясений является президент Российской Федерации. Сегодня Россия восстановила позиции великой мировой державы. Она стоит в одном ряду со странами, которые определяют международные повестки дня. Свою активную гражданскую позицию мы должны продемонстрировать на предстоящих марте выборах президента России. Как отмечает Владимир Путин, наша страна и политическая система будут настолько устойчивыми и стабильными, насколько мы сможем обеспечить легитимность выборного процесса. Я призываю каждого жителя республики сделать свой выбор, придя на избирательные участки, проявив свою ответственность за наше общее будущее, будущее наших детей, будущее нашей любимой России. Уверен, что сильная сплоченная команда, нацеленная на результат, залог дальнейшего динамичного развития нашей республики и страны в целом. Спасибо за внимание. Ваш Михаил Игнатьев. Уважаемые участники торжественного собрания, позвольте поблагодарить главу Чувашки Республики Михаила Васильевича за содержательное выступление. Уверен, что приоритеты развития нашей республики, обозначенные в послании, будут положены в основу работу органов государственной власти и местного самоуправления, станут ориентиром деятельности бизнеса общества и институтов гражданского общества на ближайшую перспективу. Государственный совет Чувашки Республики со своей стороны направит усилия на законодательно обеспечение тех задач и поручений, которые прозвучали послания. Призываю всех строить работу слаженно, конструктивно, в интересах многонационального народа Чувашской Республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание объявляется закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok